Продолжение следует... Продолжение следует... Первый случай. Евангелие от Марка, 3-я глава, с 1 по 6 стихи. Первый случай. Евангелие от Марка, 3-я глава, с 1 по 6 стихи. Евангелие от Марка, с 1 по 6 стихи. Продолжение следует... 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 Евангелие от Иоанна, восьмая глава, шестого по одиннадцатый. Восьмая глава Евангелия от Иоанна, шестого по одиннадцатый. Ну, я думаю, вы знаете эту историю, да? Итак, мы с вами запишем, если бы фарисеи действительно хотели поступить по правде, то они бы привели и виновного мужчину. Понятно, что фарисеи просто использовали эту женщину. Понятно, что фарисеи просто использовали эту женщину, чтобы испытать Иисуса. Как человек, эта женщина была им безразлична. Им было все равно. Иисус понимал их мотивы. И что они пытались сделать? Иисус понимал их мотивы. И что они пытались сделать? Он решил, что их проступок был более тяжкий, чем ее. Иисус не оправдывал ее действия. Но его больше гневало отношение набожных людей к этой женщине. Гневало отношение набожных людей к этой женщине. Мир оценивает человека по трех критериям. Знание, внешность и достижение. Знание, внешность и достижение. Иисус же учит, что человек представляет ценность по трем причинам. Знание, внешность и достижение. Знание, внешность и достижение. Первое. Он сотворен по образу Божьего. Второе. Он способен славить Бога. Третье. Он принадлежит Богу. Он принадлежит Богу. Все запомнили три причины, про которые человек ценит и представляет ценность. Во-первых, он сотворен по образу Божьего. Во-вторых, он способен славить Бога. И третье. Он принадлежит Богу. Вы же знаете, что иногда вещи оцениваются очень дорого, из-за того, что они кому-то принадлежат. Вы знаете, за сколько был продан мотоцикл, на котором ездил Арнольд Шрацнеггер в первой части терминатора? Обычный Карли Дэвис. Он был продан за миллион долларов. Да? Только лишь потому, что на нем поездил один человек. И этот мотоцикл купили за миллион долларов. Но какую же ценность представляет каждый из нас? И каждый другой? Потому что каждый человек, который он по образу Божьему, каждый способен славить Бога. И каждый принадлежит Богу. Иисусу постоянно приходилось сталкиваться еще со мной проблемами. Сталкиваться с проблемой величия. Ученики часто спорили о том, кто из них больше. Иисус задал их вопрос. Евангелие от Марка 9 глава. Николай прочитает нам с 33 по 35 стихи. 9 глава Евангелия от Марка. С 33 по 35. Пошел Капернан и когда был в тёпле, проявил. О чём дорогу мы были рассуждали между собой? Они вначале, потому что дорога рассуждала между собой, кто больше. И с тёпл перерывал двенадцать. И сказал, кто хочет стать первым, будет тех последним, кто хочет. Смотрите. Он задаёт им вопрос. Какой вопрос он задаёт? О чём дорогой мы рассуждали? О чём же дорогой рассуждали? Они рассуждали о том, кто из них самый важный. Наверное, Иоанн говорил, что он важнее всех остальных. А Пётр не мог с этим согласиться. Да? А Филипп говорил, нет, самый великий – это я. Да. Автоман Иоанн говорил, вы, наверное, не знаете, что я пойду в историю как неверующий. Моё имя будет самым известным. Они всегда хотели быть первыми. Каждый из них. И вот в 35 стихе мы прочитали с вами что? Пишем. Иисус кратко описал ценность истинного величия. 9.35 Марка. Казалось бы, такого объяснения достаточно. Казалось бы, такого объяснения достаточно. Но Иисусу вновь пришлось учить их этому. Но Иисусу вновь пришлось учить их этому. Когда Яков и Я обратились к нему со своей просьбой. Евангелие от Марка 10 глава с 35 стиха по 44. Сергей нам прочитает. Парец Ольгинский брат, пожалуйста. Казалось бы. Когда подошли к Нему Ценаверию Егеевы, Иоаннов и Иоаннов их сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам о чем попроще». Он сказал им, «То хотите, чтобы я сделал вам». Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одного поклава в сторону другого полегу, в славе Твоей». А Иоаннов сказал им, «Не знаете, чего вы просите, можете лепить чашу, которую я делаю, и креститься ». Они отвечали, «Можно ли, Иисус?» А, «Можно ли». Иисус же сказал им, «Та, которую я делаю, будете крестить, и крещениями, которыми я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правой стороне и по леву не от меня зависит, на кому ухотовано». И слышавши 10, начали негодовать на ряд Твоей Адов. Иисус же не говорит, «Можно ли?» Он подозвал их и сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князья народов заходят на ними, и ведьможи их властвуют ими. Но между вами, да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, так будет вам другого. И кто хочет быть первым между вами, будет всем рабом. Ибо истин человеческий не для того, но еще, чтобы ему служить, а чтобы послужить и отдать уши для поступления многих». «Итак, что мы с вами видим здесь?» пишем. «Используя пример из мира, Иисус объясняет, что такое величие, а затем дает ясное определение своему ученику». Красная паста дальше будет у нас. Иисус хотел, чтобы его ученики имели в себе мышление и настрой слуги. И сам он являлся примером этого. «Сердце слуги позволяло им сдерживаться даже тогда, когда его поносили. с ним спорили и замышляли его убийцей». «Цель ко мне сможет существовать среди людей, которые хотят не служить, а чтобы им служить». «Итак, кто подошел к Иисусу, прося Его?» «Кто это были?» «Иаков и Иоанн». «Иаков и Иоанн». «Сыновья Зеведеевы». «Зеведеевы». «Чего хотели сыновья Зеведеевы?» «Они хотели быть самыми главными среди остальных». «А вы обратили внимание, как они реагировали остальные дети?» «Они согласились, говорят, хорошо, Иисус, они действительно этого достойны. Они самые удачные рыбаки, самые богатые. Вы знаете, что Иоанн и Иаков, наверное, были богаче всех остальных. И семья была состоятельная. Знали вы об этом?» «Какое можно сделать заключение из того, что на них работали другие люди?» «И Иаков это написано». То есть у них были работники, они нанимали работников и обеспечивали этих работников работой, платили им. То есть, скорее всего, они были такими небедными людьми, эта семья была небедная. Поэтому, возможно, по этой причине, а может быть, по какой-то другой, именно эти два решили, что они лучше всех остальных. «Ну, Фома, вы думаете, согласился бы с этим?» «Фома?» «Нет, конечно». «Фома намного смелее был их всех. Он даже готов был пойти умереть с Иисуса, когда он собирался идти в Иерусалим. «Мы, Господь, пойдем умрем с тобой». Но, откройте Откровение в первую главу, в первой стихе. Кто написал книгу Откровение? «Я», да? «А что в первой главе, в первом стихе Откровение написано?» «Денис, читайте услуга». «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть Коля. И он показал послаконную честь ангела своего, рабу своего и ангела». «Как он себя называет?» «Наверное, уже с момента написания Откровения он уяснил для себя урок, что он на самом деле не господин Царствий Божий и Церкви Христовой. А кто? Потому что быть рабом Христа – это самая великая честь для любого живущего на земле. Потому что быть рабом Божьим несравненно лучше, чем быть кем бы то ни было еще. И это мы с вами должны понимать. Должны в этом возрастать. Конечно, хочется, чтобы тебе служили. Конечно, хочется, чтобы тебя уважали. Чтобы с твоим мнением считались. Но никогда не следует забывать о том, как свою земную жизнь прожил наш Господин. Кем он стал ради нас с вами? Ради каждого из нас лично? Красная паста. Ученикам было непросто меняться, как и студентам УБИ. Но перемена была обязательна. Следование за Богом всегда подразумевает перемену. Если я не хочу меняться, то христианство не для меня. Процесс перемен постоянно. Потому что истинный рост – это борьба между тем, кто я такой, и тем, кем я хочу стать. Вопросы есть? Вопросов нет, да? Все понятно. Завтра мы с вами, наверное, закончим. И послезавтра, если доживем, у вас будет тест. Хорошо, правда? Да. А после теста у вас начнется калитку. Еще лучше, правда? Да. Да. Я знаю, что вы уже устали. Не сильно, слегка там, чуть-чуть. Чуть-чуть. О, практика. Что ж такое практика? Если внимательно посмотреть, то на самом-то деле там и делать-то нечего. Правда? Конечно. Я с ним полностью согласен. Если вы смогли вынести такого преподавателя, как я, то практика для вас будет легче легкого. Легче легкого. Вопросы? Да. Как вы будете конспектировать четверг? Так, вы будете конспектировать? Четверг. Мы будем тебя три пятницы сдавать? Не будем. Да. Три дня получается. Три дня. Не хотите за четверг писать? Не, но можно написать, что начали. Да. С вами великой служитель. Господи. Три дня только хотите выстрелять? Да? Слежите. Но если мы с вами завтра закончим на сбоку, тогда вам придется конспекты ваши сдать завтра. Мы, в принципе, можем после часа тест сразу написать. Не надо. Не надо. Не надо. И вам не придется одни в диклинести за четверг. Сдали все сразу завтра. И все. Все. Спокойно. Спокойно. Личность. Счастливая. Радостная. И тут мы, конечно, не скажем, что мы завтра уже заканчиваем. Мы ему будем говорить, что мы в субботу будем летать. Нет? Почему? Ну, значит, тогда будет у вас понедельник, вторник и среда в ваших дневниках. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы вы на себя посмотрели Божьими глазами и на себя со стороны посмотрели. Как вы проживаете каждый день как служитель? Что вы делаете? Живете для того, чтобы есть? Или видите для того, чтобы жить? И служить Богу, да? Так же? Древний говорит. Мы должны есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. Вопросы? Все понятно, да? Все макросами стали. Это не сложно, конечно. Да, значит, у нас, да, что? Когда в другом месте говорили, что мама их подошла. Почему такая разница? Я вот сейчас не решаю спросить, потому что я не помню, в каком месте. Мама их подошла, да. А какая разница? Мама за меня подойдет, или я сам? Потому что мама хотела с тобой. Вот мне интересно, почему? Если они в том месте и говорится про маму, что они не решались. Потому что она была более влиятельной на человеку. Я историю, к сожалению. А по вопросу прошло. Ну, может быть, это очень мягко. Вы знаете, почему у нас четыре Евангелия, а не шесть? Вот такая. Они раз написали, а предназначали. Ну, и правильно. А почему четыре, а не три? Ну, а три у нас выбрали. Выбрали. Выбрали? Кого выбрали? Нет, с того уровня в семье. Почему у нас четыре Евангелия? Да. То есть, я этот вопрос задал для того, чтобы вы, возможно, уже знаете это давно. Возможно, не знаете еще. Помимо всех остальных причин, авторы друг другу не противоречат, а друг другу дополняют. Но, еще возможно, что это был не единичный случай. Возможно такое? Да. Но, чтобы вам правильно понимать, вы должны всегда исследовать контекст. Где говорится, что мать подошла? Когда это было, когда мать подошла? А когда было, когда здесь мы читаем у мать? А? Ну, там в 20-й главе Марфея. В 20-й главе Марфея. А у Марфа когда? В 10-й. В 10-й. Но, смотрите. Часто люди спрашивают. Почему Марфей говорит о двух весноватых? Да. А вот да, об одном. Это потому что он не единичный. Ахахахах. Ахахахах. Ну что вы думаете? Разве у вас такой? Потому что он впечатлирует у человека, который любит. Согласно. А вы? Есть же разница, один весноватый или два? Есть. Есть разница. Если человек будет искать противоречия, он их без труда найдет. Но в таких вот вопросах мы с вами должны понимать, что скорее всего, если это одна и та же ситуация, как весноватые, например, и здесь мы читаем, что они просят, а там Марфа не просят. Скорее всего, это дополняется информацией. Может такое быть, что в этот раз не только они попросили, а потом еще и мать их подошла попросила. Или наоборот. Сначала мать их попросила, а потом и они подошли, и сразу подошли, и они попросили. То есть мы должны быть очень благодарны Богу за то, что у нас есть четыре истории, четыре Евангелия. То есть достаточное количество, а это еще число и полноты, четыре, да, определенные, чтобы иметь полную картину. То есть полная картина заключается в том, что не только апостолы, но и мама, и Анна здесь, и Иакова не понимают истинности и истинной ценности Царства Божьего. Ну и мать можно понять. Любая же мать хорошая, заботливая, хочет лучшего для своих детей. Правда? Но это же не просто был учитель. И они должны были бы понимать, чего они просят. То есть все это снова показывает их непонимание природы Царства Божьего. Еще вопросы есть? Нет вопросов, да? До свидания. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...